К нашему эфиру присоединяется Сергей Бульба, белорусский общественный и политический деятель, основатель Белого Легиона и глава Беларусь 2.0 Делаем Вместе. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. День добрый. Как вы считаете, какие задачи были поставлены Путиным Лукашенко перед этой встречей, как он его использовал, для чего, по вашему мнению, и справился ли усатый с поставленной ему задачей? Ну, смотрите, то, что это спектакль, спектакль, который заранее распланирован, заранее расписан ролик, то, что должен сказать, это все более выглядит именно так. Последние два года, в принципе, они постоянно в таком же режиме, то есть они принимают какие-то решения, я имею в виду Лукутиных вместе, Лукашенко с Путинами, то самое осуществляют, проводят в жизни, потом, в общем-то, по мере необходимости они что-то закручивают. С чем был связан вызов Лукашенко сейчас срочно? Как раз, по-моему, с инициативой по Швейцарии, когда Швейцария высказалась за то, что провести перемирные переговоры. И, в общем-то, Россию встревожило то, что вот на эту швейцарскую конференцию может подтянуться, ну, я так понимаю, минимум, как бы, даже, возможно, больше ста стран. То есть Россию это напрягло и напугало. Поэтому они решили срочно предъявить свою альтернативу, типа, давайте мы будем инициаторами переговоров. Ну и, собственно, для чего пригласили нашего артиста, который, да, в общем-то, озвучил то, что, да, вы великий Путин, я, в общем-то, да, согласен быть вашим переговорщиком. Там же несколько раз звучало то, что Россия продолжает нагнетать истерию по вопросу Кропу-Сити, что это все-таки украинский след. И, как бы, делая вид обиженных, типа, ну, про что с украинцами разговаривать, если они нам устроили Кропу-Сити? Что Лукашенко заявляет, да ладно, ну, вы-то, конечно, вам с ними, как бы так, не по понятиям разговаривать, а я могу за вас, в общем-то, выполнить вашу волю. Так что это то, что на поверхности. То, что не на поверхности, Лукашенко в том числе пытается решить постоянно свои финансовые проблемы. Смотрите, сейчас же, в общем-то, наступил срок оплаты по кредиту за эту атомную станцию, которую неизвестно для чего построили, неизвестно куда девать эту электроэнергию. Уже несколько раз откладывали выплаты, но на сегодняшний момент она с 1 апреля уже должна вступить в силу выплата. А Беларусь, собственно говоря, выплачивать-то не очень. Более того, Лукашенко уже искренне признался, что белорусские товары, то, что его всегда хвалили крепкий хозяйственник, который не развалил заводы, который все сохранил. Так вот, этот крепкий хозяйственник дохозяйствовался до того, что белорусская продукция не конкурентна уже даже в России. Не по себестоимости, потому что в России она получается дешевле, не по технологиям. То есть Лукашенко пытался решать этот вопрос. Лукашенко в очередной раз пытался решать вопрос по поводу белорусского порта. Я напомню в свое время, почему он не предупредил Зеленского о планах Путина в 1922 году. Он прекрасно все знал, но ему был обещан, в общем-то, порт то ли в Мариуле, то ли один из терминалов в Одесском порту при захвате России. Поэтому он тихенько молчал. После того, как, в общем-то, это не состоялось, Лукашенко постоянно требует дать нам свой порт. Почему, в общем-то, рассматривается и Питер, и Мурманск. Много вариантов. Но Лукашенко что хочет? Во-первых, он хочет готовый порт. То есть не самому строить на российской территории, не сильно он им доверяет, а именно получить готовый порт и при этом, собственно, поставить свой флаг и свою таможню, и, в общем-то, самому контрабасить дальше, как он для этого и любит. Ну и смотрите, видимо, в общем-то, не очень удалось Лукашенко жалобить Путина, потому что по деньгам, видимо, ничего он не добился. Почему сразу же по возвращению заявили, в общем-то, начали отрабатывать визит в Азербайджан, в Азербайджан, где, в общем-то, ставится вопрос, как бы так, усиления поставок белорусской продукции на территорию Азербайджана, и, возможно, в общем-то, будет пытаться, чтобы Азербайджан был последником в плане продвижения белорусской продукции в Турцию. Сергей, у нас буквально еще несколько минут есть, не могу не спросить вас относительно кордона. Вот Лукашенко как-то очень хитро так это закрутил, сказал, с одной стороны, украинцы границу заминировали, укрепили, а потом назвал себя соагрессором. Это попытка сказать, я с тобой, Путин, уже воюют, поэтому больше от меня ничего не требует? Ну, это опять же, ну, поймите, ему постоянно нужно доказывать свою необходимость для Путина. Путин давно ставит вопрос, Путин рад был бы поменять Лукашенко на кого-то более сговорчивого. Кстати, такие варианты постоянно отрабатываются. Это была еще одна тема из того, что они обсуждали в Москве. Это все-таки транзит власти. Напомню, что одновременно Россия рекомендовала и Назарбаеву, и Лукашенко провести этот транзит. Но мы видим, что Назарбаев провел, и чем это закончилось. А Лукашенко остерегся, но при этом подготовил все те же самые юридические инструменты необходимые. На сегодняшний день у нас утвердили уже, что председатель высшего всенародного собрания – это высший государственный деятель Беларуси, наивысшая служебная должность. При этом сама должность президента, она как-то уходит на другой фонд. Ну, смотрите, мы, в общем-то, предполагаем, что Москва все-таки ведет свою игру. Поговаривают про Сергея Румуса, это бывший премьер, что его все-таки вернут, хотят поставить на место президента. Но Лукашенко активно сопротивляется. В том числе, он, как бы так, его службы предвидели, аналитики предвидели, что Россия может выставить какого-то очередного бабарыку. Ну, в данном случае, да, это может выступать Румус. Почему они рассматривали, в том числе, вариант проведения досрочных президентских выборов, возможно, еще в сентябре этого года, то есть не ждать 25-го года. Но, по-моему, Лукашенко недооценивает, что Москва, по-моему, готова значительно в большей степени. Поэтому Лукашенко нужно угождать постоянно Путина, чтобы его, собственно, оставили при властье. Ну да, мы прекрасно понимаем, что пронизанная российской агентурой и спецслужбы, да, и силовики навряд ли встанут на защиту Лукашенко. В случае, если Путин все-таки точно решит этот вопрос о его смещении и решит, например, это сделать военным путем, путем какого-нибудь переворота. Сергей, спасибо вам огромное, что нашли время для общения. К нам присоединялся Сергей Бульба, белорусский общественный и политический деятель, основатель Белого легиона. Всего доброго.